Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня снова будет видео-болталка и снова похудение. Я хочу сегодня, не знаю, раскрыть, осветить, может быть, так сказать, некоторые ошибки, которые я вижу при общении с вами. И мне кажется, это будет очень-очень полезно для худеющих девушек, которые меня сейчас смотрят, ну и, возможно, мужчинах. Значит, первое, о чём я хочу поговорить, это важно, очень сильно важно, наверное, на всём пути похудения. Это ваше желание похудеть. Я об этом говорила неоднократно и скажу ещё раз, что если вы внутри себя, сами себе можете честно ответить, что я не хочу худеть, что меня всё устраивает, и моё тело, и моё питание, и всё абсолютно у меня хорошо, но кто-то вам, сосед, дядя, Петя и так далее и тому подобное, вам говорит, что неплохо бы вам похудеть, и вы думаете, ну, в принципе, да, наверное, неплохо было бы похудеть. И вы как-то что-то начинаете делать и начинаете худеть, но внутри себя вы понимаете, что вам это не надо всё. Вот в таком случае я считаю, что не стоит худеть, потому что это провал. И даже если вы достигнете определённого результата, который вот вы хотите достигнуть, да, этот результат ещё нужно будет удержать. Поэтому будьте честны к себе. Честность прежде всего. То есть существует вы и существует еда, и всё. Больше ничего нет. И вы решаете, когда будете вы худеть, не будете вы худеть, будете вы есть, не будете вы есть, что вы будете есть, когда вы есть, как вы будете худеть и так далее и тому подобное, это всё решаете только вы. И оправдываться, ну, получается, у вас один вариант – только перед самим собой. Больше никак. И вообще я считаю, что оправдываться и не нужно, потому что очень часто я слышу, встречаю такое, что, ну, да, вот я много съела, потому что начинается перечисление, и тут же начинается, что, да, я понимаю, что это оправдание, мне нет оправдания, но всё же. И пошло перечисление там каких-либо причин, по которым больше съела, набрала за неделю и так далее и тому подобное. Так вот здесь вам нужно понимать, что вы оправдываетесь не передо мной, не перед кем-то. То есть, получается, вы оправдываетесь перед своей собственной совестью. Но совесть-то, получается, права, понимаете? Поэтому не нужно их вообще, эти оправдания, искать. То есть, если вы садитесь за стол, смотрите на свою тарелку и понимаете, что, ну, вот как бы переборщила я, да, прям очень переборщила, будь то с наполнением тарелки или вообще с количеством тарелки, да, вы ещё не приступили к еде, и вы смотрите на неё и понимаете, что, ну, да, не стоило бы, наверное. И тут начинается. Вот я с утра пробежала две остановки за маршруткой. Вот я с утра там перемыла весь дом. Вот я там с утра сделала это, поактивничала. Я пропустила обед, я пропустила перекус и ещё что-то. И поэтому я могу в ужин съесть вот столько. То есть, вы понимаете, что это уже, как бы, провал. Ужин должен быть лёгким. Ужин – это очень важный приём пищи, но он нам нужен для того, чтобы восстановить потерянные силы, энергию в мышцах, ещё в чём-то, да, то, что мы потратили в течение дня. Он как бы восстанавливает наш организм, и потом мы готовимся ко сну и ложимся спать. Так вот, если вы не поели, или переактивничали, или ещё что-то у вас произошло за целый день, понервничали там и так далее и тому подобное, то это не значит, что вечером можно кучу углеводов, торт, пирожное и так далее и тому подобное. Наоборот, ваша активность или какой-то, может быть, пропуск еды, или более лёгкий обед, или, я не знаю, более лёгкий перекус. Это плюс, ну, прямо, можно сказать, вашу карму, да, то есть это плюс к вашему похудению, и не нужно как бы... То есть, смотря на тарелку, не нужно искать оправдания. Если вы видите, что вот, ну, переборщили, ну, бывает, ну, всякое может случиться, там, с голодухи, не знаю, прискакали, открыли холодильник, кажется, я сейчас много съем. Возьмите вы эту тарелку, возьмите мисочку, половину отложили туда, вот вам завтрак на следующий день, вот вам обед на следующий день. Не нужно вот... То есть, оправдали сами себя, да, и поели. То есть, не нужно этого делать изначально. Увидели, исправили. То же самое касается срывов. Поняли, что сорвались, тут же остановили, и исправляем эту ситуацию, да. То есть, не нужно вот это вот... Я об этом тоже уже говорила, ну, лишняя конфетка уже не навредит, завтра все равно уже будет 100% плюс, или там, лишний бутерброд уж не навредит, уж гулять так гулять, и ладно, я уж буду. Вы понимаете, что это шаг назад, а то и два шага, а то и три шага назад. И кто-то просто начинает худеть, да, вот с сегодняшнего дня, там, не знаю, уменьшает порцию, и все идет хорошо, а кому-то приходится раскачивать этот вес достаточно долго. И может быть такое плюс-минус, плюс-минус, что бы вы ни делали. И потом он вес постепенно-постепенно идет вниз. И вот такие моменты, это вот как... Ну, я не знаю, двигатель. Вот вы его разогрели, а потом начинаете притормаживать. Зачем? То есть, наоборот, вы должны себя похвалить. Вот я сегодня молодец, я сегодня была активная, я сейчас еще поем, не знаю, мяско с помидорками, маленький кусочек, и завтра вообще буду красотка. Да? То есть, вот этот момент, это оправдание, которое вы согласны, что вы оправдываетесь, но вы все равно его ищите. Не нужно этого делать. Поэтому я говорю, не нужно себя ругать, не нужно себя оправдывать. И вообще искать оправдание. Это как бы, ну, ни к чему не ведет. То есть, вы как бы поели, пооправдались, и все. А дальше что? То есть, это, опять же, вопрос честности. То, о чем я говорила неоднократно. Будьте честны с собой. Если вот, ну, бывает такой момент, когда очень хочется есть. Даже не то, чтобы очень хочется есть. Вы вроде поужинали, и все вроде хорошо, и пошло вот это вот желание пожевать. Да? Такое сильное желание что-то пожевать, пооткрывать лишний раз холодильник, шкафчики, что-то вот постоянно. Первое, это бывает от скуки. То есть, когда у вас дома все переделано, вы все, все, дети, уроки проверены, все, наступает вечер, и как бы расслабиться можно, и, да, вот такой ритм был целый день у нас, вот такой, и тут он, ритм этот замедлился, и что делать? Пожевать. Нет. Этого делать не нужно. Это, опять же, эмоциональная зависимость. То есть, мы поднимаем свой эмоциональный уровень за счет еды или вообще какие-то эмоции берем за счет еды, удовольствия, там, я не знаю, все, что угодно. Этого не должно происходить. Еда, она должна быть только для энергии, не для эмоций, не для повышения настроения, не потому, что скучно, и так далее. Скучно, я уже говорила эту поговорку, руки заняты, голова не болит. Отличная, отличная поговорка. Найдите себе хобби, какое-либо, любое, абсолютно любое, вот все, что вам нравится, и занимайтесь этим вечером тогда, не будет вот этого желания что-то пожевать. Ну, допустим, такое желание все же есть и очень-очень сильное, да, не нужно себе делать сильный расслабон. Хотите пожевать? Сейчас осень, помидоры, огурцы еще дешевые, купили себе, жуйте их, но вот прям если очень хочется. Вообще, в идеале, нужно стремиться к тому, чтобы вы поужинали, и все. И до сна вы больше ничего не ели. Соответственно, если вы ложитесь там в 9 часов, да, то ужин там в 6 часов, то есть, сколько вот все диетологи вообще, все вот везде рекомендуют за 2-3 часа до сна ничего не есть, чтобы не только вы выспались, да, но и ваш организм тоже отдохнул, и чтобы в желудке ничего не было, а не всю ночь он переваривал все то, что вы съели. Это и для здоровья полезно, и для общего состояния организма, и в том числе для талии, это тоже очень полезно. Это нужно понимать. Честность – самое главное. И вот тоже к честности, тоже вот мне как-то поступал такой вопрос, Наталья, а вы набираете вес к зиме? Нет, не набираю. И мне отвечают, вам повезло. Я вам могу сказать одно, что такие моменты, как набор веса во время стресса, набор веса во время зимы, я не знаю, набор веса во время еще каких-либо ситуаций, вообще, в принципе, набор веса, если состояние здоровья у вас хорошее, все в порядке с гормональной системой, и так далее, и тому подобное, то он происходит исключительно от еды. И говорить о том, что вот, ну, зима, зимой все прибавляют, но мы же не медведи, мы люди, у нас есть витамины, мы можем приобретать себе какие-то фрукты, овощи, нет возможности их приобретать зимой, мы можем пить витамины, там, я не знаю, как-то пытаться разнообразить свой рацион, чтобы организм не впадал в панику, что наступили голодные, холодные времена, и не начинал запасать. И, соответственно, если он будет впадать в панику, он будет у вас просить больше еды, калорийнее еду, жирнее еду, и так далее, чтобы у него была энергия, чтобы у него были силы пережить вот такой сложный зимний период. Если вы его будете кормить, там, я не знаю, постоянно макаронами, то, конечно, он запаникует, потому что нету, будет нехватка витаминов, там, микроэлементов, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если ваше питание будет разнообразным, или вы будете принимать витамины, то такого вопроса не будет. То же самое этот вопрос касается, которого мне тоже часто задают. Чем заменить сладкое? Ничем. Честно и откровенно вам скажу, ничем. Соленое, колбасные изделия, тоже ничем не заменить. Кушайте мясо, овощи, фрукты. Это наше все. Это и полезно и для кожи, я не знаю, для всего, вообще для всего, для состояния организма. Полезно кушать овощи, фрукты, и тому подобное. Поэтому, также вопрос, вот такая ошибка, наверное, которую я часто всего встречаю, это когда сладости, когда девушка до того, как начала худеть, она очень любила сладкие булочки, конфетки, неважно, сладости какие-то. И эти сладости начинают заменять йогуртами, батончиками, знаете, вот эти с мюслями, с финиками, там вот такие вот полезные батончики. или зефиром, или даже сами делают вот эти вот батончики, там какую-нибудь пастилу, и так далее, и тому подобное. Но это ошибка. Почему я считаю, что это ошибка? Потому что, если вы привыкли за день съедать пачку конфет, и вы заместо этой пачки конфет съедаете, я не знаю, пачку каких-нибудь фиников, или тому подобное, то от этого будет польза. Да, сухофрукты, орешки, вот эти вот батончики, которые сейчас, да, вот эти, которые там для активного образа жизни, вот эти, для спорта. Но, во-первых, если посмотреть на эти батончики, то они по калорийности примерно как шоколадка, почти. Только там веса обычно меньше, там грамм 50, наверное, в этом батончике, за счет того, что там вот эти воздушные рисинки, или как они называются, да, а в шоколадке там уже больше, грамм, так сказать. То есть, они даже больше, менее калорийны, не за счет содержания там продуктов, а за счет того, что просто сам батончик меньше по весу. И, например, вечером после ужина употреблять такие батончики, ну, нет. То есть, вы понимаете, что это все равно сахар, да, это все равно, ну, пусть это будет фруктоза там или что, в них добавляют всякую химию, да, есть супернатуральные, но все равно это сладость. Зачем это нужно? Ее нужно свести к минимуму, да. Я понимаю, что это действительно полезно, я с этим полностью согласна. Это полезно для организма вечером, да, но не полезно для талии. Я думаю, вы со мной согласны. И также те же сухофрукты, финики. Одно дело, когда вы съедаете горсточку, да, там, тех же орешков, и совсем другое дело, когда это пачка. И здесь за этим тоже нужно следить. И если вы подойдете 10 раз по горсточке, эффекта тоже будет ноль. За день, да, я имею в виду. То есть, если за день вы съели пачку, то есть, тут тоже как бы на калорийность, тоже нужно как бы обращать как-то внимание, да, и заменять сладость чем-то, ну, мне кажется, это неверно. Вы должны уменьшить сладкое вообще, в принципе, да, то же самое соление, копчение и все в этом духе. Уменьшить порцию этого всего, а то и свести к минимуму. Это вот вопрос к тому, почему я пью кофе с сахаром. Я уже говорила, потому что одно время это была моя единственная сладость, которую я себе позволяла. Я не ела больше конфеты, финики и тому подобное, да, и сейчас, вот, например, для меня, да, который, ну, скажем так, удерживает вес, у которого вес достаточно стабилен, конечно, для меня полезнее съесть вот этот вот батончик там из фиников и всего остального, нежели конфету. это действительно полезно для организма, но это такая же сладость, как и конфета. И даже по калорийности это такая же сладость, как и конфета. Поэтому, ну, вот не нужно. Насчет сладких йогуртов, они тоже достаточно калорийны. Более того, очень многие, ну, скажем так, спортсмены, те же диетологи, врачи, они против сладких йогуртов. Я их иногда ем, честно, но я сейчас могу себе позволить. Более того, я могу себя остановить. И я могу эти сладкие йогурты сделать так, чтобы они не вошли у меня в привычку. То есть, чтобы у меня не было привычки перекусывать постоянно сладкими йогуртами. Вы должны это прекрасно понимать, что моё питание сейчас, оно такое, потому что я не худею, а удерживаю, скажем так, вес. Хотя я его, как бы, не удерживаю уже, да? Вот. Поэтому осознанно нужно подходить к еде, думать о том, что вы едите и когда вы едите. Поэтому, ну, обращайте, девочки, на это внимание и равняться на моё питание не стоит сейчас. Дальше такой момент, который тоже хотела я проговорить. Это некая такая, я не знаю даже, как назвать, окрылённость, наверное, результатом, которого вы достигаете. Такое, конечно же, бывает не у всех. Ну, и, наверное, не у большинства, не знаю, но я достаточно часто сталкиваюсь сейчас с таким моментом. Это когда вы начинаете худеть и, ну, на какой-либо, не знаю, системе, диете, не важно, и у вас вес начинает плавненько, плавненько идти вниз. И потом наступает такой момент, даже, я бы сказала, такой день или, скорее всего, вечер, наверное, такой, когда вы позволяете себе больше, чем обычно. То есть, чем обычно, это тогда, когда вы шли на снижение веса. Допустим, вы добавляете в ужин сладость какую-то или, не знаю, хлеб, или, в принципе, увеличиваете порцию, или вообще у вас, я не знаю, ужин состоит из пиццы с какой-нибудь там и тому подобное. Ну, бывают такие моменты, не знаю, куда-то пошли, пришли гости, там ещё что-то, или слишком поздно вы ужинаете, да, тоже какими-то неполезностями, скажем так, для талии. Вот. И на следующий день вы встаёте на весы и видите минус. То есть, ну, у каждого по-разному, это может быть и 300 грамм, 200 грамм. Я говорила, что на такие вещи на минус 200 грамм, 100 грамм, нужно обращать внимание, это как бы будет вас мотивировать идти ещё дальше. Но бывает обратная история. То есть, вы как бы поели, ну, скажем так, нарушили свой график, причём ещё и вечером, и при этом минус. Где-то там, знаете, такой вот у нас есть ангелочек, а есть девальоночек такой маленький, а он начинает нам говорить, ты посмотри, мы с тобой поели, да, вот такую вкусняшку калорийную, и у нас всё равно минус. Наверное, мы разогнали метаболизм уже до такого состояния, что мы уже можем, как те девочки, которые постоянно худые, есть всё подряд. Вот это всё подряд, это вы понимаете, под вопросом, да, потому что вы видите, например, по моему питанию, что я тоже ем всё подряд, всё, что вот мне захочется, но и того количества за день, оно очень маленькое. Вот. И он говорит, что вот, ну вот, наверное, у нас уже всё хорошо, так, может быть, не стоит нам тогда вот так вот себя прямо во всём ограничивать, так вот себя прямо контролировать и так далее, и тому подобное. И вы такие, ну да, наверное, где-то есть в этом правда. И в этот же день, то есть, получается, на следующий, можете позволить себе ещё больше, а потом ещё больше и ещё больше. И с каждым днём, то есть, ваша система питания, она как бы была вниз, да, а тут она идёт у нас наверх. И даже какое-то время вы можете всё равно видеть достаточно неплохой результат, то есть, что вес потихонечку всё равно идёт вниз. А вы как бы питание-то подувеличиваете, и потом часто вес останавливается на каком-то периоде. И в этот период чаще всего вы пишите мне или смотрите какие-то видео мои, в которых я говорила, что да, вес останавливается. И, наверное, не только мои, многие худеющие девушки тоже сталкивались с тем, что вес останавливается. И вы смотрите, у неё тоже вес останавливался. Да, и, ну, нормально. А порция незаметно начинает или продукты, которые вы употребляете, то есть, вот это всё, оно начинает незаметно идти вверх. Потом незаметно начинает идти к этому же ещё прибавка в весе. Вы у меня спрашиваете, на самом деле, было ли у тебя такое, что у вас был плюс? Я говорю, да, было. Ну, отлично. У неё тоже всё было, да. И вы понимаете, что это вообще шаг. Это не то, что шаг назад. Это вообще путь назад. Да. То есть, вы можете реально вернуться к тому, с чего начали. Может быть, не конкретно до той цифры, но вернуться. По крайней мере, пять килограмм можно набрать спокойно, пока вы там размышляете на тему, нормально это или не нормально. И здесь какой момент? То есть, вы когда съели что-то, да, себе позволили, или видели минус на весах. Ну, во-первых, здесь, как я, например, считаю, организм мог просто не понять, что произошло. Или вы могли в этот день быть слишком, ну, более активны, чем предыдущие дни. То есть, обстоятельств могло сложиться достаточно много. И если вы что-то себе позволили и увидели минус на весах, ну, круто, но не надо идти назад, идите дальше, вперед. Окей, я себе позволила, через какое-то время, когда, например, что-то очень хочется, я говорю, что если какой-то продукт очень-очень-очень сильно хочется, его нужно себе позволить, но все-таки я считаю на завтрак, потому что ужин у нас должен быть сытным, но при этом максимально легкий. И, то есть, не останавливайте, не тормозите, не нужно этого делать, да, идите дальше. Ну, вот, получился такой день, окей, пошли дальше. То же самое, вот это вот, знаете, ну, вот у меня там скоро день рождения, что я сейчас буду мучиться, все равно в день рождения я все наберу, и так далее, и тому подобное. Я вот, день рождения закончится, и ладно. После дня рождения у нас Новый год пошел, после Нового года у нас там, я не знаю, каникулы, после каникулы еще что-то. Вот в этом случае, да, если возникают такие мысли, вы вернитесь в самое начало и спросите себя, хотите вы худеть или нет? И я думаю, что ответ будет очевиден, что нет. Потому что вот это поиски оправданий, они еще раз, для кого? То есть, для меня, для кого-то там, я не знаю, соседки, мужа, брата, там, я не знаю, мамы или кого, они в принципе не нужны. есть вы, есть вы, есть ваше тело, есть ваша еда, если вас все устраивает, ну, зачем тогда мучиться? Зачем себя мучить? Понятное дело, что лишний вес, это все-таки наше здоровье, это все-таки, не знаю, какая-то наша активность, и так далее, и тому подобное. Ну, вот постоянно пытаться похудеть, искать себе оправдания, срываться, наедаться, потом опять худеть, потом опять, я не знаю, голодать, опять срываться, наедаться, искать себе оправдания. Но это вообще вот, это такое состояние, я не знаю, постоянного стресса, просто постоянного стресса. Оно вам зачем? будьте честны вообще в принципе сами с собой вот смотрите честно на то что вы едите как вы едите часто вижу еще такой момент когда показываете свою еду и я вижу что допустим лежит мясо и овощи и допустим это ужин но вот я чаще разбираю ужин потому что с ужином почему-то вот всегда есть какие-то нюансы и вы мне говорите вот я съела на ужин там мясо с овощами тушеными мало того что я на этом фото могу заметить еще майонез хлеб а то и не один кусок булочку и тому подобное да и когда я спрашиваю про это ну там маленький кусочек неважно маленький или большой кусочек суть в том что он был то есть вот это вот ну как бы и маленький кусочек значит его как бы не было да нет это неправда он был и здесь был маленький кусочек и в обед был маленький кусочек и на завтрак был маленький кусочек и на перекус был маленький кусочек важно все и еще момент овощи я уже говорила овощи можно потушить на воде а можно потушить на бульоне, да ещё на крепком бульоне, да ещё туда муки добавить, да, чтобы вот такой был соус погуще, да, или, например, там, я не знаю, к тем же пельменям добавить ещё вот эту воду, в которой они варились, и как бы, ну, я мясо ем, да, или мясо может быть в такой подливе, знаете, там такой сочный, там из томата, да, там, я не знаю, прямо такой густой-густой, подливы дают калорийность, бульоны дают калорийность, я не знаю, все вот эти соусы, они все дают калорийность, важно, чем вы заправляете салат, заправляете вы майонезом, сметаной, сметаной сколько процентов добавляете, то есть на всё это нужно обращать внимание и быть честной с самой собой, если вы съели хлеб, вы говорите, я съела хлеб, да, а не то, что я съела там просто овощи, а хлеб, ну, что там, маленький кусочек, половинка-половинки, да, но он же был, и это важно, я даже когда в Инстаграме вам выкладываю фотографии, я выкладываю фотографии абсолютно всего, то есть чай, кофе, это для меня, я уже говорила, является едой, и я выкладываю эти фотографии, если я там где-то что-то поела, ну, мне как бы не стыдно выложить, да, что тут такого, я вот этот момент не понимаю, ну, съели вы чего-то больше, окей, завтра у нас продолжается всё, да, это было только сегодня, было, ну, было, да, хорошо, позволили чуть-чуть побольше себе, ну, как бы хорошо, вот, да, без оправданий, без всего, с завтрашнего дня идём дальше, идём дальше не так, как мы вот съели сегодня, позволили себе больше, а так, как мы питались до этого, то есть важность вот этого момента, ну, нужно понимать и нужно знать, и если вы съели там, я не знаю, три орешка, это тоже еда, я даже вот на фотографиях вам показываю вот эту лентовскую маленькую шоколадку, я съела её, да, и вроде бы чего показать, но маленькая шоколадка, но это же шоколадка, и она была в моём рационе, и она дала мне, пусть там, я не знаю, 10-20, или сколько там калорий в этом маленьком плиточке, но она дала их, да, она дала мне вот эти быстрые углеводы, она дала мне как-то силы там и так далее, и тому подобное, она у меня была, и это важный момент, честность, и ещё раз честность, девочки, будьте честны, это нужно не мне, это нужно не кому-то другому, это нужно вам, если вы хотите, если вы реально хотите похудеть, и также обращайте внимание, пожалуйста, на свою активность, я об этом уже тоже говорила, да, что вообще идеально, если вы будете заниматься спортом хотя бы каким-то, будь то дома, будь то, я не знаю, просто ходьба, я не знаю, ну какой-то хотя бы минимальный спорт у вас был, будьте активны, не находитесь большую часть дня в горизонтальном положении, или в сидячем положении, да, постарайтесь по максимуму сжигать свои калории, не думайте о том, что если вы прогуляетесь остановочку пешком, на вас нападёт такой жор, что вы просто не сможете остановиться, я извиняюсь за это слово, но по-другому иногда это не назовёшь, нет, если вы будете себя контролировать, понимать свой организм, понимать себя, понимать, зачем вы вообще всё это делаете, то такого у вас не будет. Также здесь хочу сказать у меня, ну не то, чтобы многие спрашивают, а кто-то пишет мне иногда, что ну это же всю жизнь себя контролировать, ну это же кошмар какой-то, ну во-первых, по-другому здесь никак, а во-вторых, я могу сказать, что спустя какое-то время всё это становится, ну как бы привычкой, наверное, да, ведь мы же себя контролируем, когда находимся в обществе, да, мы же не ругаемся направо-налево матом, там, я не знаю, не говорим какие-то, не знаю, вот стоите, вы видите какого-то человека, да, и он вам не нравится, вы же не говорите ему это в лицо, нет, есть, конечно, люди, которые это делают, но в общем я говорю, да, то есть это как бы, ну такое воспитание наше, да, вы же там после, я не знаю, того, как попьёте кофе, вы берёте помаду, подкрашиваете себе губы, да, и вы же не думаете о том, опять губы эти красить, такого же нет, это идёт уже на автомате, в привычку, как почистить зубы, да, то же самое, также контроль, и более того, чем больше вы будете достигать результатов, тем легче вам будет себя контролировать, тем легче вам будет контролировать то, что вы едите, тем более честными вы будете сами перед собой, поэтому в принципе это не в напряг, и это не, это станет, скажем так, образом вашей жизни, это станет даже наоборот, еда не станет образом вашей жизни, да, вы не будете, не будет вот этих мыслей там, как поесть, где поесть, зачем поесть, нужно ли вообще есть и так далее то есть еда станет ну на легкости на позитиве да на получение удовольствия на получение от нее энергии и всего такого подобного то есть это не будет чем-то таким страшным там я не знаю и так далее вы будете уже как раз таки из тех людей которые будут худенькими и при этом едят все подряд так что девочки будьте честными самим собой любите себя любите свое тело любите свой организм балуйте себя но не едой и обязательно напишите мне в комментариях какие у вас результаты если у вас вообще результаты если у вас какие-то моменты может быть их тоже осветить видео если стесняетесь писать комментарии пишите мне в личные сообщения в инстаграм я всем отвечаю я все читаю все что вы мне пишете и хочу вам сказать огромное спасибо за такую поддержку которую от вас я получаю я вас очень сильно люблю но и на сегодня я буду заканчивать те кто не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх если понравилось такое видео нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые всех люблю целую и до новых встреч